Ребята, всем привет! Давно очень не виделись мы с вами. Очень много работы. Так получилось, что было не до съемок. Но сегодня вот суббота. Решил все-таки добраться до камеры. Может успеть что-то поснимать. Как вы видите, я не в гараже и не в рабочей одежде. Так что сегодня у нас контент будет не технический, а скорее дорожно-путешественный. Поедем в город Минск. Хочу купить себе машину. Так уж получилось, что надо думать об осени, грядущей зиме, а машины до сих пор нет. И детенка возить, например, даже в садик не на чем, на работу не на чем ездить. В общем машина нужна. Ну а в Минске, в Минске просто выбор ощутимо побольше, чем в Гомеле. В Гомеле у нас как-то вот по моим критериям особо предложений не сказать, чтобы много. Поэтому едем. Сейчас 6 утра. Через пару минут приезжает уже Яндекс. И еду я на ЖД вокзал. Ну а пока ждем этого самого Яндекса. Немножко апдейтов, что все-таки нового произошло в мастерской. Даже не в мастерской, а собственно с мотоциклами. С Уралом ничего нового. Поезжу ситуация по-прежнему та же. Я жду продолжения регистрационных действий. Для этого мне нужно отдельную бумажку в ГАИ получить. Ну не получить, дождаться. А вот по Днепру. По Днепру потихонечку, помаленечку, урывками установил я сюда новый мотор. Это нижний клапаник К750. Пока этот мотор будет стоять здесь. И заодно и он обкатается. И родной днепровский мотор. Вот он уже здесь стоит. Так, тут наверно темновато. Сейчас включим свет. Он уже у меня на столе. Он заслужил переборку. Заслужил какие-то новые хорошие запчасти. Провез меня через пять стран зимой. Я думаю, что этот мотор вот действительно полностью заслуживает того, чтобы его немножко обслужить. Где-то что-то подшабанить. В частности, например, поршневую заменить. Поршневая вот уже стоит, расточенная. Тут такие вот поршня под джигулевские колечки. Так что этим моторчиком будем заниматься. Я надеюсь, у меня скоро уже на работе прекратится дурдом, который отнимает очень много времени и не позволяет снимать. И он уже действительно вот так вот, близок к концу. Времени потихонечку, помаленечку становится больше. Возможности для съемки уже начинают появляться. Так что скоро будем с вами видеться чаще. Но пока, пока едем в Минск. Вот мы на вокзале. Идем на поезд. А вон, собственно, даже этот самый поезд виден уже. Штадлер. Такие удобные, комфортные, новенькие поезда. Второй вагончик наш. Вот он, кстати, как раз и стоит. Вот уже я и в Минске. Сижу в каком-то паркинге. Жду Серегу. Это мой очень хороший друг, который меня повезет смотреть первую машину. Она не совсем в Минске, она в таком пригороде Минска. Город Фаниполь. Сейчас туда собираемся ехать и смотреть первый вариант. Я пока не озвучиваю, какую конкретно машину я насмотрел. Потому что вариантов несколько. И машины эти прям принципиально разные все. У меня есть такой определенный, скажем так, набор критериев, в котором эта машина должна удовлетворять. Типа там на механике, на бензине, с какой-то более высокой посадкой, чем обычно. Поэтому под эти критерии довольно много чего попадает. Но первую машину, ирония такая, что едем смотреть, которая ни одному из этих критериев не удовлетворяет. Но она зацепила немножко другим. Если доеду и будет возможность снимать, то покажу. А пока жду Серегу. Они там с семьей отошли ненадолго. Сейчас он семью оставит в одном известном месте. И потом вернется, и мы с ним уже стартуем на Фаниполь. Ух, все, ребят, съездили, посмотрели автомобиль. Понравилось мне все с первого раза сразу же. И поэтому поехали мы в ГАИ, в Минское, для снятия его с учета, чтобы я потом в гобеле поставил на учет. И в Минском ГАИ нас ждала неудача. Талончиков на сегодняшний день уже не было. То есть мы поехали в ГАИ в Столбцы. Это такой городок, недалеко, может километров семьдесят от Минска. И там ГАИ по живой очереди. Причем, что любопытно, приняли нас на нас там вот прям как родных. Там вообще никого не было. Рабочий кондиционер. И в ГАИ мы провели в сумме, наверное, не больше двадцати минут, а то и меньше. Представляете? Переоформили автомобиль меньше, чем за двадцать минут. Ну как переоформили? Сняли с учета, договор, вот это вот все. И получается сейчас уже сколько? Часов, наверное, шесть вечера. Я в Минске, на самом краю. Потому что сделал еще страховочку. Сейчас заеду опять к своим друзьям, потущу там, может часок. И, наверное, буду стартовать домой. Как бы еще триста пятьдесят километров ехать. Надо бы и поспешить. Сейчас покажу так в общих чертах, что купил. Вот она, радость моя. Новая. Ну, новая радость. Не в смысле, что она новая. В смысле, что раньше ее у меня не было. Да, это электромобильчик. Небольшой такой семейный городской автомобиль. Не только он электрический, как уже некоторые самые внимательные заметили. Но об этом обо всем поговорим чуть попозже. Пока такой просто круговой осмотр. Распашные двери. Они открываются вот так, как в карете. Ну, состояние такое как бы. Есть много автомобилей в лучшем состоянии. Тут оно как бы не самое прям топ, что звоночек муха не сидела. Нет, где-то коцки, где-то следы эксплуатации. Лысая резина сзади. Правда, насыпали с собой аж четыре колеса зимних в отличном состоянии. Так что это дело мы поменяем. А летнее заднее просто купим новое. Ну, поменяем в смысле, когда придет сезон. Ну, ладно. Оставим уже более подробный обзор на какое-нибудь отдельное видео, где можно будет все подробнее и с чувством, с толком, с расстановочкой рассказать. Пока только замечу, что это версия с так называемым Рексом. Это Range Extender. То есть увеличитель диапазона запаса хода. Как-то так можно криво перевести. В общем, суть в том, что здесь стоит еще и бензиновый мотор двухцилиндровый 650 кубиков. С какого-то моцика, наверное. Хотя я не припоминаю двухцилиндровых рядных BMW. Ну, в общем, он тут есть. И, как видим, вот один лючок это у нас для зарядки. А второй лючок это для бензобака. Он тут небольшой, но километров на 130 на 140 его хватает. И именно вот, собственно говоря, поэтому я могу позволить себе из Минска на электромобиле доехать до Гомеля. Вот как раз потому, что есть этот лючок. Ладно. Чувствую тут ветер небольшой. Петлички у меня сейчас с собой нет. Все пишется на просто микрофон встроенной камеры. А по опыту знаю, что будет очень много шума от ветра, когда я буду это сводить. Так что давайте это видео мы продолжим в более подходящих условиях. А сейчас я просто поеду дальше прокачусь по Минску моим друзьям, девочке Юле и мальчику Сереже, которые меня каждый раз постоянно приютают, приютают. В общем, дают мне приют, когда я нахожусь в Минске. Поехали. Так, тут же вроде как бы и ключ такой модерновый и все такое со всеми кнопочками, но вот как-то без ключевого доступа я тут пока не нашел. Он наверняка есть, тем более, что этот ключ программируемый. То есть там, ну, типа на разные кнопочки можно разные действия навесить. Но пока только так, по старинке. Нажал кнопочку, дверь открылась. Погнали! Красота! Смотрите, какая красота! И да, получается так, что я на заправке на электромобиле. Прикольно! Ощущения такие, необычные. Но в целом ощущение вот этого вот агрегата прям пока на данный момент, по крайней мере, исключительно положительное. Вот прям великолепное. Особенно понравился при езде по городу режим торможения двигателем. Он здесь такой хитрый, что когда ты отпускаешь педаль, машина сразу начинает тормозить прям рекуперацией. То есть, энергия, которая высвобождается при торможении, она идет на зарядку батареи. И бог бы с ней с зарядкой, то не сильно там наэкономишь, но экономятся колодки тормозные, экономятся диски тормозные. И что самое приятное, тебе не надо ногу переставлять с газа на тормоз. Ты просто отпускаешь газ, и у тебя загораются стоп-сигналы, машина начинает прям хорошо так оттормаживаться. И чем больше ты отпускаешь газ, тем больше она тормозит. То есть, ты, ну, регулируешь усилия вот этого вот торможения так же, как если бы ты это делал тормозной педалью, но в реверсе. То есть, больше отпускаешь, больше тормозит. И это, ну, как бы настолько удобно оказалось. Я раньше слыхал о таком, но относился с предубеждением, типа, ну, хрень какая-то. Что, блин, как-то это нестандарт, зачем нестандарт. Надо все делать стандартно, чтобы было привычно, люди к этому привыкли. А как попробовал, блин, офигенно. Ну, так или иначе, а уже, блин, 8 часов, а у меня впереди еще 300 километров. Так что, рассиживаться долго не буду, буду продолжать движение. Вот так и еду потихонечку. Скорость высокую сейчас держать не могу. Ну, не то, что не могу. Могу, но опасаюсь. Потому что заряд батареи очень низкий. Вот он прям, я выехал из Минска, был там, в районе десяти процентов. И сейчас он тоже десять с половиной. Потому что вот этот вот генератор, REX, Ranged Extender, он, как бы это сказать, его функция поддерживать заряд, не заряжать батарею. А именно поддерживать заряд, когда машина едет от батареи. То есть, вот я выехал, у меня там десять процентов было. И генератор выдает столько энергии, чтобы батарея не садилась. Но он ее, ну, в общем-то, не заряжает. Заряжает, ну, может, но очень медленно. И не хочется, знаете, на резких ускорениях, там, на еще чем-то просадить батарею. И потом генератор будет уже поддерживать не десять процентов, а девять. Да, это можно потом вот эти микро процентики нагнать, там, где-нибудь очень медленно проехаться, так, чтобы генератор, ну, по-любому больше выдавал. Но, честно говоря, не хочется с этим заморачиваться. Хочется спокойно доехать домой. Как бы первый раз на электромобиле куда-то еду. Тем более на таком хитром. Поэтому просто еду, ютубчик себе включил, к аудиосистеме подключил. Так прикольно. Едешь, слушаешь всякое вместо радио. В общем, красота. Ну и закат. Закат придает определенный колорит вот этой вот дороге. Все такое. Включен круиз-контроль, ноги полностью расслаблены. Едешь, смотришь на красоту. Прикольно. С муциком, конечно, не сравнится. Ощущения совсем другие. Но тоже вполне себе, можно сказать, даже и такое путешествие небольшое. Вот уже полдесятого вечера. По-прежнему еду. Но тут уже остается как бы ощутимо меньше километров, чем было. Проехал я уже Бобруйск, Бобруйскую кольцевую. Я думаю, сейчас до Гомеля где-то в районе ста, тридцати, ста двадцати пяти. Уровень заряда по-прежнему тот же, что и был. Десять с половиной, одиннадцать. Он там иногда в горочку подымешься. Десять с половиной, там десять. С горочки потом обратно съездишь. Одиннадцать. Ну, в общем, генератор этот вот поддерживает заряд. Поддерживает заряд на одном и том же уровне. Но, честно говоря, все равно вот немножко некомфортно, знаете, ехать с батарейкой, которая заряжена там на сто процентов. Ну, ладно, на сто процентов поддержки заряда не будет. Ну, восемьдесят процентов. Это немножко вот по-другому, чем когда этих процентов тут одиннадцать осталось. Но, в целом, зато едется вот очень приятно. Кройсконтроль на восемьдесят девять поставил, чтобы уж точно не перегружать батарею, чтобы она не садилась постепенно, даже несмотря на работу генератора. Может быть, как бы можно ехать там и сто десять с этим генератором работающим, и батарейка садиться не будет. Но, когда у тебя одиннадцать процентов, проверять почему-то не хочется. Поэтому едем вот так не спеша. Пол одиннадцатого вечера. Сотня с гаком до гомеля. Еду, слушаю ютубчик, смотрю по сторонам. Красота! Ох, ребята, темно уже. Скорее всего, вы меня даже не видите. А, у меня же тут есть свет. Вот, меня стало чуть-чуть виднее. Блин, доехал, доехал. Вот, мой дом. И я, блин, хочу спать. Уже сколько, не знаю, в районе часа ночи. А в предыдущую ночь я поспал в районе четырех-пяти часов. Так же видео будем заканчивать. Поездка получилась прикольная. Автомобиль вышел еще более прикольным. Обязательно его подробнее рассмотрим в отдельном видео. Видите, он явно того стоит. Но это точно не сегодня. Сегодня я сейчас вот заеду во двор. И все, и баеньки. То я уже еду и выключаюсь. Так что все. Всем удачи. Счастливенько. До новых встреч.